Единственная фотография с фронта. Ясные воспоминания о войне и бодрость духа. В канун Дня Победы наша съемочная группа встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Николаевичем Гайворонским. Об истории командира пулеметного отделения стрелкового полка расскажет Анастасия Тюрнина. Вот так торопясь Николай Николаевич надевает парадный пиджак и галцук. Главная помощница всегда рядом. Дочь привезла отца из Саратовской области почти 9 лет назад. Несмотря на свои 95, Николай Гайворонский бодр и весел и даже помогает родне. Исправно ходит до почты и оплачивает квитанции. Войну встретил в родном селе. Николаю было 15. Он пригнал табун лошадей с пазбища и услышал страшную весть из рупора. Уже на другое утро сельчане получили повестки на фронт. Самого же Николая призвали в 17,5 лет, в 44-м. В Саратове учили пулеметному делу. Нас отправили на фронт в теплушках. Эти теплушки, вы знаете, что такое. Это небольшой вагончик. Значит, там и лошадей в них перевозили. И все. Двухэтажные в этой теплушке нары. Везли нас через Москву по окружной дороге. В Москве. Возле Москвы останавливались. В ванне помыли нас там. И дальше повезли на Псков. Зенитно-пулеметная рота тогда охраняла медчасть. Защищала от врага, отбивала от налетов. В один момент полностью вышла из строя. Все бойцы были тяжело ранены. В том числе и наводчик Николай Гайворонский. Ранение я получил 4 раны сразу. Одна, в общем, вот здесь, там, мякоть, в общем, поверху, значит, возле позвоночника рубанула, значит, ногу. Вот щиколотка. И осколок зашел ниже. И здесь застрял. И правая легкая, осколок. Он у меня сейчас, осколок, размером сантиметр на полтора. У меня он снимок есть даже, там, видать, что это. А где осколок, там, когда снимки, там, пятно чистое. После операции бойца направили в Ленинградский госпиталь. Там он лечился пять месяцев. Затем вернулся на Прибалтийский фронт командиром пулеметного отделения. Самыми дорогими наградами Николай Николаевич считает медаль за отвагу и орден славы. Но говорит о них скромно. Мол, просто выполнял воинский долг. О победе узнал 8 мая. Немцы шли по траншеям, сдавались в плен. Наши устраивали из пулеметов настоящие салюты. Но службу Николай Николаевич закончил лишь в 50-м году. Затем в родной Саратовской области долгие годы трудился водителем. Каждый год радовался Дню Победы. Ждет этот праздник с нетерпением и сейчас. Пойду с дочкой, а там, значит, к Вечному огню сначала, а потом пешком туда на площадь, и там уже парад. Оттуда, значит, глава на четвертый этаж, я уже был три раз там, это поднимает, он уважает. Ну, в общем, попытаемся. Главный секрет бодрости ветеранов – движение. Каждая минута дорога, говорит Николай Николаевич. Живет в своем режиме, режим соблюдает. Я считаю, что это передает ему здоровье, потому что, когда человек живет по режиму, у него здоровье все равно поддерживается в хорошем состоянии. Он гуляет и отдыхает днем. В общем-то, все бодрый он для своего возраста. А в канун праздника ветеран получил поздравление с Днем Победы от президента России. Такие письма – добрая традиция, которая длится уже несколько десятков лет. И наши защитники могут быть уверены – их подвиг мы никогда не забудем.